Кабинет министров Якутии во главе с председателем правительства Евгением Чекиным рассмотрели и одобрили законопроект о государственном бюджете республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Подробнее в следующем сюжете. Сходная и расходная части бюджета на этот год увеличены на 2 миллиарда рублей и составили 189 миллиардов и 195,5 миллиардов рублей соответственно. Мы немного снизили государственный долг путем исключения некоторых сумм гарантий, планирующихся по предоставлению на сумму 210 миллионов рублей. Таким образом, мы считаем, что на данный период эти внесения изменения отвечают тем требованиям направления приоритетных расходов, обеспеченных жизнедеятельств в республике Саха и Якутия. Дефицит бюджета остался на прежнем и равен 6 миллиардам 300 миллионам рублей. В ходе пересмотра бюджета подсчитана экономия по всем государственным предприятиям за счет снижения энерготарифов. Также из бюджета предоставлена субсидия предприятиям ЖКХ на обеспечение жильем детей-сирот. На завершение пренатального центра также 208 миллионов рублей заложено на доплаты к пенсии. Абсолютно по всем программам правительственная комиссия рассматривала так. Абсолютно по всем программам. Это на сумму порядка 2 с лишним миллиарда рублей мы произвели перемещение по всем программам. Затем за счет экономии, достигнутой по торгам и закупкам, а также отказа от некоторых расходов и переноса некоторых предприятий на последующий планный период. Правительством Якутии в рамках повышения адресности мер социальной поддержки рассмотрен законопроект о ежемесячном пособии на ребенка. В целях социальной поддержки крайне нуждающихся семей с детьми предлагается производить расчет размера пособия по двум категориям. Это семьи с уровнем дохода менее 30%, от размера прожиточного минимума на одного члена семьи и семьи с уровнем дохода выше 30%. Законопроект предусматривает увеличение детского пособия ежемесячного в полтора раза с целью исполнения указа главы, подписанного Егором Афанасьевичем в апреле текущего года. Здесь мы будем, в законе предусмотрено, что будут получать пособия особо нуждающиеся. Это пособие будет адресное, категория граждан, те семьи, где доход очень низкий. В республике в текущем году на выплаты ежемесячного пособия предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Законопроект обеспечит социальную поддержку наиболее нуждающихся категорий граждан и позволит повысить размер поддержки для всех получателей единопременного пособия. Александра Хлопкова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск. Александра Хлопкова, НВК Саха, Якутск.